Здравствуйте, уважаемые друзья, на связи Алексей Кузьмичев и в этом видеоуроке я хочу вам показать один очень простой метод, который позволит вам сделать цветной любую вашу старую или черно-белую фотографию. Итак, для работы нам с вами понадобится черно-белый снимок, который мы собственно и будем с вами раскрашивать. Итак, в первую очередь давайте создадим корректирующий слой, цветовой тон, насыщенность и с его помощью мы сейчас с вами придадим оттенок кожи нашей модели. Для этого ставим галочку здесь напротив пункта тонирования и как видите фотография сразу же у нас приобрела уже вот такой вот красноватый оттенок. Теперь нам необходимо подогнать оттенок таким образом, чтобы он был наиболее естественным для кожи. Перетаскиваем ползуночек цветовой тон вправо и следим как у нас меняется тон. Можно пока оставить так, в дальнейшем мы сможем в любой момент подкорректировать этот оттенок, поэтому пока что оставляем так, закрываем данный корректирующий слой и заливаем его черным цветом, то есть маску этого слой заливаем черным цветом. Выбираем на палитре черный цвет и нажимаем комбинацию ALT DELT. Вот таким образом. Теперь приближаем, выбираем инструмент кисть, прозрачности нажим ставит на 100% и начинаем прорисовывать кожу нашей модели. Цвет для кисточки обязательно ставим белый и уже вот таким вот образом начинаем здесь все это дело прокрашивать. Также заходим и на брови. В дальнейшем можно будет их немножечко обесцветить, чтобы добавить другой оттенок. Но пока что мы этого делать не будем, пока что мы закрашиваем здесь все. Единственное, не залазите на глаза, вот аккуратненько работайте вокруг них. Вот таким образом. То же самое делаем и на левом глазу модели. Где нужно берем кисточку меньшего диаметра и прорабатываем более аккуратно эти области. Так, переходим теперь ниже. Также и прокрашиваем губы. В дальнейшем мы придадим другой оттенок, но пока что все это дело мы закрасим вот таким вот образом. Так, так. Если вы не уверены, что полностью закрасили какой-то участок, вы можете зажать клавишу Alt и щелкнуть по маске. Таким образом вы увидите те участки, которые у вас остались не закрашенными. И вы их можете вот так вот быстренько закрасить, как я сейчас это делаю. И таким образом вы будете уверены в том, что у вас все участки остались закрашенными. Чтобы вернуть прежний режим, также зажимаем клавишу Alt и щелкаем опять по маске. И можно продолжать работу дальше. Теперь переходим к шее. Точно также здесь ее прорисовываем. Аккуратно работайте с контурами, чтобы не залазить на другие детали. Здесь вот аккуратно прорабатываем вокруг цветка. Будет гораздо удобнее, если вы будете работать с планшетом, потому что с мышкой вам будет немножечко это делать несподручно. Поэтому я рекомендую вам воспользоваться планшетом для этих процедур. Он сэкономит вам огромное количество времени и сил. Так. Продолжаем это все дело закрашивать. Уменьшаем диаметр кисточки. И прорисуем теперь вот этот вот контур. И так же здесь. И теперь большим диаметром уже можем смело закрашивать оставшиеся участки. Вот таким вот образом. Так же зажмем клавишу Alt и посмотрим, где у нас какие участки остались непроработаны. Все это быстренько заделываем. Вот таким образом. Развращаем обратно наше изображение. И переходим теперь к руке. Точно так же здесь все быстренько прорисовываем. Добавляем цвет. Так. 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 И здесь тоже. Смотрим, не пропустили ли мы какие-то области. Здесь все отлично. Давайте посмотрим, где у нас еще остались участки с кожей. И так же их прорисуем. Еще вот здесь вот у нас рука. Так же ее необходимо нам прорисовать. Так. Сначала проходимся вдоль контура. Чтобы не залезть на одежду. И теперь уже большим диаметром кисточки прокрашиваем другие участки. Все то, что мы делаем, очень похоже на такую детскую раскраску. Мы закрашиваем определенные области. И они у нас приобретают нужный нам цвет. Так. Отлично. Посмотрим еще раз. И еще у нас остался участок вот здесь. Так же его закрашиваем. И с кожей мы с вами закончили. Теперь давайте немножко уберем эффект с бровей. Для этого возьмем кисть. Прозрачность поставим где-нибудь 25%. И возьмем черный цвет. И аккуратненько пройдемся по бровям. Чтобы убрать с них коричневатый оттенок. Чтобы сделать их такими более черными. Так. И так же с другой стороны. Делаем несколько мазучков. Так, чтобы брови у нас стали черными. Вот таким вот образом. И так же можно пройти еще немножко по ресницам. Здесь. И следующим шагом мы переходим уже к глазам. Создаем еще один корректирующий слой цветовой тон насыщенность. Так вот у нас. И так же ставим галочку напротив тонирования. У нас сейчас полностью опять залилось все изображение. Ничего страшного. Нас интересуют только глаза. Мы подбираем цвет для глаз. Ну я думаю где-нибудь. Вот такой вот цвет нам подойдет. Закрываем данный корректирующий слой. Заливаем его черным цветом. Нажимаем Alt Del. И при помощи белой кисточки прозрачность вернем на 100%. Проходимся по зрачкам модели. Вот таким образом мы делаем их уже цветными. Как вы видите. Точно так же если вы решили поменять цвет. Можете опять вернуться в корректирующий слой цветовой тон насыщенность. И уже здесь подобрать тот цвет который вам нужен. Просто перетаскивая вот этот верхний ползуночек. Как вы видите. Вы можете изменять оттенок по своему желанию. В данном случае я хочу оставить глаза голубыми. И немножко понизим насыщенность. Чтобы они у нас смотрелись более естественно. Вот примерно так. Теперь закрываем. И посмотрим на результат. Как вы видите. Вот до. И вот после. Следующим шагом давайте прорисуем листик у нашего цветка. Также создаем корректирующий слой цветовой тон насыщенность. Ставим тонирование. И подбираем цвет уже для листика здесь. Выбираем тот цвет который нам подойдет. Давайте к примеру возьмем пока что такой. Если он будет смотреться не очень хорошо. Мы его потом подкорректируем. Заливаем маску черным цветом. И точно так же при помощи кисточки. Начинаем прорисовывать уже листок. Вот таким вот образом. Аккуратненько проходимся здесь. Где у нас листочек очень тонкий. Используем маленький диаметр для кисточки. Если где-то вы вылезли за границы. Ничего страшного. Просто берете кисточку черного цвета. И стираете ненужные области. Вот так вот. Чем аккуратнее вы подойдете к этому заданию. Тем соответственно лучше у вас будет результат в конце. Поэтому проявите терпение. И сделайте все максимально аккуратно. Тогда результат вас обязательно порадует. Так. Так. Зажимаем клавишальд. Смотрим не пропустили ли мы какие-то области. Как видите пропустили. Закрашиваем их. Вот здесь вот у нас как вы видите тоже пропущены есть участки. Так. Здесь это все дело. Также под редактируем. И также вот здесь. Убираем. С цветка. Ненужный эффект. И прорисовываем уже второй листочек. В целях экономии нашего видео урока. Я доделал этот процесс уже самостоятельно. Потому что здесь в принципе. Все у нас будет идти по одному сценарию. Ничего сложного. И встретимся с вами. Немножечко попозже. Когда я закончу. Итак друзья. Я закончил добавлять цвет на нашу фотографию. И вот что у меня получилось. Я сейчас. Дал название каждому из слоев. И как видите у меня получилось здесь. Шесть слоев. Это кожа, глаза, листья, губы, фон и волосы и цветок. Последний самый верхний слой. Это волосы и цветок. Как видите у него прозрачность стоит 50%. Объясняю для чего я это сделал. Вот мы его выключим. И как видите у нас волосы становятся полностью черного цвета. Я добавил слой чтобы волосы у нас вписались более гармонично на наш новый фон. Так как в любом случае на волосах будут присутствовать блики. Поэтому я просто продублировал слой фон. И добавил ему прозрачность 50%. И прорисовал волосы по маске. Также я сделал несколько мазочков по цветочку. Чтобы он не был у нас полностью черно-белым. В результате получился вот такой вот у нас результат. Нижний слой это фон. Здесь вы можете задать абсолютно любой оттенок. Как я уже показывал ранее. Просто перетаскивая вот эти полузыночки. Как вы видите какой вам цвет больше здесь нравится. Тот можете и поставить здесь. Все элементарно. Все очень просто. Единственное это довольно кропотливая работа. Поэтому если у вас на фотографии очень много мелких деталей. Вы можете потратить довольно большое количество времени. Ну а в целом. Здесь нет абсолютно ничего сложного. И справиться может абсолютно каждый. Ну что ж. Вот в принципе и все что я хотел вам сегодня рассказать. Давайте посмотрим на финальный результат. Обединим все слои в отдельную группу. Выбираем их все. Нажимаем комбинацию Ctrl G на клавиатуре. И посмотрим что у нас получилось. Итак. Вот фотография с которой мы с вами начинали наш урок. И вот как мы ее с вами раскрасили. Ну что ж. Я надеюсь данный видео урок вам понравился. И окажется полезным. Большое всем спасибо за внимание. И до встречи в следующих видео уроках. Субтитры сделал DimaTorzok